я приветствую всех на моем канале сегодня я хочу снять такое короткое видео можно сказать опыты в окраске холодного фарфора бюджетным вариантом многим может девочкам не под силу покупать масляные краски может быть они либо дороговаты для них либо такой необходимости большой в этом нет и не хочется чтобы они лежали как говорится мертвым грузом но есть такой бюджетный вариант это как колировочная паста и и у меня есть разных фирм я проверила насколько эта паста может окрашивать глинку до какой глубины и насколько много можно положить ее в наш фарфор чтобы он не был испорчен потому что мы понимаем что когда мы пользуемся масляными красками масляные краски могут портить фарфор пересушивать его и он может рассыпаться и портится в плане того что более таких насыщенных тонов мы можем не получить окрашиваем фарфор но иногда хочется каких-то более ярких красок и хочется таких которые чтобы не выцветали допустим если брать фиолет то масляные краски он более такой капризный и со временем с годами может как бы выгорать а вот колировочные пасты по идее предполагается что они не должны выгорать потому что ими окрашивают на улице дома и они должны быть цвета более устойчивы и вот я решила проверить на своем фарфоре так как у меня эти колировочные пасты уже были после ремонта и я решила попробовать вот какие у меня получились результаты давайте посмотрим вместе для окрашивания я использовала свой фарфор домашнего приготовления вот он у меня и получились такие результаты допустим вот это вот паста декор она называется морозоустойчивая написано я добавляла всех колеров в свой фарфор достаточное количество чтобы посмотреть насколько он в каком можно сказать моменте может испортить и смотрю что не портится вот как она была какая глинка такая вот она и осталась но мне обязательно конечно ее до такой степени окрашивать руки правда окрашены не остались после опыта то есть она остается вот такая вот гибкая мягкая так и вот что получается вот они еще не полностью не высохли но уже на стадии высыхания гибкость остается то есть морозоустойчивый декор могла бы вам рекомендовать но важный момент что прежде чем использовать эти пигменты их нужно чтобы они отстоялись бутылочки и то жидкость которая вверху она отстоится ее слить и останется лишь всего лишь тот пигмент которым удобно пользоваться жидкость обязательно то слить максимальным образом насколько можно максимально полностью слить потом пробовала я вот такой вот эксперт универсальная карлировочная паста фуксия вот пожалуйста тоже на просвет она такая тоже не видно такой вот красивый оттенок яркий тоже довольно большое количество я туда вложила так чтобы но испортить можно сказать масса но масса вот не портится можно даже сказать что этот вариант пасты меня более устроил даже чем этот декор глинка она остается более такая мягкая и вот какая вот есть так дальше смотрим для это у меня вообще я довольна этой пастой еще раз покажу ее вот такая вот паста следующая паста старт калировочная паста вот такая вот посмотрим уже немножко как бы глинка полежала и каково каково тоже ложила видите такой яркий цвет просто ну тоже устраивает меня ничего с глинкой не становится вот какая она была такая есть и цвет яркий гибкость тоже остается ничего не влияет на мой фарфор но я еще пройдут опыт с покупной длины я еще сейчас не пробовала прямо при вас это сделаю вот так же декор такая же только фиолетовая как бы фиолетовая тоже видите вот остается мягкая сама глинка тоже остается податливая только разогреть ее нужно она уже остыла полежала когда разогреешь даже вот когда сильно разогреется поначалу кажется вот немножко чуть-чуть добавляя она чуть-чуть как бы разжижает глинку но для тугой глинки это будет супер но потом все равно как бы не настолько сильно сказал незначительно совсем незначительно ну вот она остается такой же глина и снежка вот как бы снежка такой тоже яркий цвет много добавляла вот такой вот снежка колер сказала что-то мне мне не очень понравилось мне показалось от нее руки красятся но сейчас я посмотрю когда делала шарик меня внутри только покрасилась вот есть такой оттеночек здесь плохо видно но то но есть такой видите оттенок то есть как-то на руки берется вот все эти не берутся а вот снежка как-то вот окрашивать немножко руки почему-то удивительно хотя по цвету цвет и все вот консистенция все мне нравится вот как-то вот такая вот руки краситься если они все такие будут цвета кроме зеленого то приятного как бы мало но на глинку тоже никак не влияет никак ее не портит все эти варианты но сейчас попробую распечатать пачку новую глинки и попробовать насколько будет портится или не портится вот интересно то что допустим мне нравится что из этих красителей можно сделать свои красители которые тяжело добиться в масляных красках чтобы сделать какой-то темный цвет допустим хочется бордо сделать масляных красок нужно очень много положить для того чтобы был такой цвет и естественно глинка испортится так допустим но этот можно сделать самостоятельно с применением красного и синего но важно девочки чтобы не уйти в фиолет вот как уходила у меня фиолет нужно в красный допустим я вот эту вот брала колеровочную пасту красную фуксия она называется добавляла синюю пасту но добавляла ее по капелю тачки набирая капельку капельку добавляя и размешивая потому что если чуть больше положите синего уйдет фиолет и можно получить вот такой вот бордо и смешать и будут бордовые листья какой-то можно бордовый цвет пионов либо розы сделать мы сейчас посмотрим как будет воздействовать колер на покупную блинку допустим возьмем вот эту я беру вот меня видите остается вот такой вот густой сейчас попробуем буду ложить достаточно чтобы проверить насколько она может испортить или не испортить руки конечно буду периодически после каждой краски мыть глинка не чувствую чтобы портилась немножко жижа становится но нам не так свежая но отлично видите ничего не портится не рассыпается как была тягучая такая остается поэтому я уже может не буду все пользоваться но еще красным попробую сейчас только руки помою я так еще подумала что можно конечно пользоваться и сухими пигментами но чтобы сухими пигментами допустим окрасить полностью глинку такой более яркий цвет слишком много пигмента нужно туда ложить а вот это тоже пигмент он уже разбавленный такой и там достаточно его количество поэтому дуба это более выгодный будет вариант для того чтобы именно окрашивать саму глинку поставить так чтобы было видно это у меня покупная глинка обязательно после мытья руки смазывать кремом потому что я как-то так помыть помыла потом взяла без крема и немножко начала липнуть то же самое и с этой пастой как бы впитывает собирает конечно все равно придется руки мыть но тем не менее так сильно не оставляет руках ведь и впитывает добавим еще чуть-чуть не чуть-чуть как видите достаточно еще раз добавила чтобы посмотреть насколько она выдержит но жижа немножко становится глинка сейчас посмотрим ну немножко жижа стала но вот с учетом того что она будет понемногу лежать и затвердевать то и в покупную тоже можно добавлять видите да поэтому можете пробовать если вдруг у кого-то даже может быть тоже есть у меня кстати эти пасты я уже не знаю даже сколько им лет потому что это очень давно делался ремонт очень давно я покупала как бы найти вот так сразу восемнадцатый год 11 10 18 год и вот до сих пор можно пользоваться поэтому если даже у кого-то старая какая-то осталась то довольно таки очень удобно для того чтобы окрашивать блинку можно даже попробовать сейчас как под борту будет смотреться со своей попробуем так возьмем посмотрим что это будет раз уже мне руки красные очень удобно чтобы естественно мы можем все краски мешать придумать свои цвета имея даже небольшое количество или же даже у них я так понимаю очень много предложений где-то этот видела вот всяких таких цветов какой хочешь такой выберешь и купишь себе если не знаешь как мешать либо интернет нам в помощь там достаточно рассказывается как такое конечно в телефоне он не передает этот цвет более точно вы видите можно до темного любой оттенок сделать и не переживать что испортится клина это очень удобный вариант для каких-то темных вариантов чтобы сверху не красить не пастелями как вон под пастель покупаешь и получается это очень дорого и закрасить бордовым допустим это довольно тяжело пожалуйста поэтому девочки пользуйтесь более удобный такой вариант бюджетный если вам понравился мастер-класс ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал будут еще какие-то интересные моменты обязательно покажу до следующих встреч